Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В России появится искусственная конина, для создания которой не потребуется использовать антибиотики. КФУ совместно с ООО «ТНГ Групп» используют беспилотники для нефтедобычи. КФУ объявляет набор на курсы по программированию для школьников. Реально ли вырастить говяжью котлету в чашке Петрия, не убив при этом животное? Ученые по всему миру работают над созданием искусственного мяса, которое можно выращивать в лабораторных условиях. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В России появится искусственная конина, для создания которой не потребуется использовать антибиотики и другие препараты, способные навредить здоровью человека. Ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов. В нашей лаборатории совместно с компанией Артмид проводится разработка по созданию искусственного мяса. Для этого у животных, не убивая животного, можно взять небольшой образец биоматериала. Это как если бы мы пошли к врачу и взяли небольшую биопсию на гистологическое исследование. После чего из этого образца можно вырастить клетки животного в больших количествах и уже с помощью этих клеток создать, грубо говоря, мясо в пробирке. Таким образом можно создавать мясо, контролируя его экологичность и пищевые параметры. При создании искусственной еды будут использованы клетки животных, которые планируются выращивать в стерильной питательной среде, защищенной от вирусов и бактерий. Ожидается, что потребители не почувствуют особой разницы между культивируемым мясом и традиционной едой. Мы планируем не просто, например, выращивать в клетки мясо, то есть мышечные клетки. Дело в том, что для того, чтобы воспроизвести структуру и вкус мяса, необходимы и другие клетки. Это и жировые клетки, и соединительные ткани клетки, то есть, условно говоря, и прожилки, и хрящи. И наша задача именно разработать технологию, как совмещая разные типы клеток, добиться максимального соответствия естественному варианту. В разных странах мира уже запущено около 30 проектов развития технологии производства культивируемого мяса без антибиотиков и вредных компонентов. А на выбор продукта биологами из Казани в некотором мире повлияли традиции Республики Татарстан. Мы разрабатываем не только на самом деле конину, но и другие типы мяса, например, рыба. Почему конина? Потому что, во-первых, этот сегмент пока еще не занят на мировом рынке по разработке искусственного мяса. А во-вторых, халяльная продукция, конина, она несет определенную, скажем так, культурную ценность для нашего региона. И мы надеемся, что подобного рода продукция будет востребована не только в Татарстане и в России, но и в других частях света. Первую котлету стоит ждать уже через три года. А кусковое мясо, возможно, напечатают на биопринтере спустя пять лет. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Казанский федеральный университет и ООО «ТНГ-Групп» получили господдержку для создания системы сбора и обработки информации на основе комплекса беспилотных воздушных судов. Она будет использована в сейсморазведочных работах. Подробности смотрите в следующем сюжете. КФУ совместно с ООО «ТНГ-Групп» разработает аппаратный комплекс на основе беспилотных воздушных судов для планирования и сопровождения сейсморазведочных работ. Данные, получаемые из датчиков, можно будет использовать для получения информации об особенностях строения верхней части геологического разреза и даже возможной нефтегазоносности территории, а также для оценки типа и качества растительного покрова, планирования рубки просек, расстановки сейсмоприемников и многих других задач. Территория России огромная, да? И мы сегодня проводим огромный объем исследований в России, наши компании, западные компании, членные компании российские, на севере, в Сибири, на шельфе. Проводим огромный объем исследований так называемой сейсмикой. Это просвечивание земли с помощью упругих волн с целью обнаружить залежные нефти и газа. Подобные работы проводятся длительное время с большим количеством специализированного оборудования. При их проведении неуклонно возникает экологическая угроза. Новый проект направлен на решение этой проблемы и оптимизацию рабочего процесса. Для того, чтобы эти работы провести эффективно, мы создаем специальные беспилотные аппараты и снабжаем их датчиками и специальным софтом, которые позволяют более эффективно выполнять эти работы. Предполагаю, что экономия от этих созданных устройств будет огромной, потому что объем работ в России с каждым годом увеличится и составляет около 100 миллиардов рублей. Для этой области это очень большая сумма. Стоит отметить, что данная работа носит междисциплинарный характер и выполняется учеными сразу двух институтов КФУ. Института геологии и нефтегазовых технологий и института физики. С 2010 года в КФУ в рамках выполнения подобных проектов по заказу ООО «ТНГ Групп» было разработано, испыдано и передано для внедрения в производство более 50 результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По результатам выполнения работ опубликовано свыше 90 статей в журналах, индексируемых с КОПУС и ВОЗ. Получено свыше 20 охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности. Камиль Гемоздинов, Универньюз. Казанский федеральный университет объявляет набор на курсы по программированию для школьников. Курсы предполагает базовое знакомство с программированием, поэтому записаться может любой желающий, вне зависимости от опыта и знаний. Подробности далее. Высшая школа информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета открывает весенний набор на обучение по программированию для школьников. На обучение приглашаются ребята в возрасте от 12 до 17 лет. У нас много ребят, которые уже занимались у нас на курсах, они просят продолжение. Например, у нас такой есть замечательный мальчик, которому 11 лет, и он в этот семестр сделал сложный проект на уровне курсовой первого курса, то есть работы. И вот для таких ребят мы будем делать еще отдельный курс, продвинутый по программированию на Java. Так мы читаем, это курс разработки на Java, разработка компьютерных игр на Unity, вот пользуются популярностью именно эти направления. Курсы предполагают базовое знакомство с программированием, поэтому записаться может любой желающий, вне зависимости от опыта и знаний. Занятия для школьников по программированию предполагают работу на парах, а также домашние задания. Мы просим родителей, чтобы они предоставили ноутбуки ребятам, потому что также ребята дома выполняют домашнюю работу. И чтобы у них было одно единое рабочее пространство, поэтому мы просим, чтобы ребятам давали свой личный ноутбук. Но если у кого нет, то мы предоставляем здесь на время занятий, но, конечно, домой они уходят, и дома на своих машинах делают домашние задания. Занятия по программированию начнутся с февраля и будут проходить дважды в неделю в течение двух с половиной месяцев. Закончатся курсы защиты собственных проектов, которые школьники создадут сами. Есть такие ребята, которые уже и стали нашими студентами. Мы очень рады, что вот эти курсы помогают ребятам с самого начала определиться в своей будущей профессии, быть мотивированными, чтобы к нам поступить. И они выступают и на конференции в Лобачевске, как я сказала, но сейчас достаточно успешные наши студенты. Зарегистрироваться на курсы можно через сайт информационных технологий и информационных систем КФУ, а также оставив заявку по телефону 221-34-33, код города Казани 843. Лилия Талибова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. 10 января в зале Музея истории Казанского Федерального Университета состоялся концерт Олега Морозова «Все есть любовь». Музей Казанского Федерального Университета прошло необычное и вместе с тем знаковое для университета мероприятие. Собрались поклонники творчества великого пианиста Олега Морозова. В программе прозвучали самые известные и популярные произведения оперного и фортепианного искусства. Олег Морозов является не только пианистом, но и вокалистом, лауреатом международных конкурсов в Италии, Германии и России, призером конкурса «Давыдов» и фонда «Глория». Совсем недавно у меня появилась идея инструментально-вокального программы под названием «Все есть любовь». Спасибо Казанскому Университету и Музею за представленную уникальную возможность представить эту программу вам, слушателю. «Черный рояль», «Зима», «Поэзия» – таков живой лейтмотив этого теплого камерного вечера, ведущим которого стал Олег Морозов. Объединенные любовью к музыке и особенно к одному инструменту – фортепиано, зрители наслаждались искусством талантливого пианиста. Лилия Баталова, Виолетта Бесова, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова